Трое саровчан сейчас лежат в больнице в тяжелом состоянии. Двое из них подключены к аппарату ИВЛ. Третья волна коронавируса накрыла Россию, и Саров не остался в стороне. Если три недели назад в инфекционном отделении от ковида лечилось семеро саровчан, то сегодня их уже 37. Отличительная особенность этой волны в том, что помимо групп риска она больно ударила по молодым людям. Мы даже на таком вот небольшом пока количестве, там 30 с небольшим человеком, 37, могу сказать, что больше половины – это лица очень молодого возраста. И сразу, во-первых, уменьшается инкубационный период. Вот в третью сейчас волну инкубационный период меньше. Дальше вот он почувствовал себя плохо, он может через 2-3 дня уже стать просто тяжелым. Болеют дети по состоянию на 17 июня таких 8 человек. Один ребенок был госпитализирован, но его уже выписали под амбулаторное наблюдение. Пока дети болеют легко, прививки для них еще нет. Детская вакцина в разработке должна появиться к осени. КБ-50 развертывает дополнительный коечный фонд. С 15 июня количество коек для коронавирусных больных увеличено до 60. Корпуса, которые работали с ковидом, при необходимости вновь будут перепрофилированы. В пик эпидемии было занято 300 коек. 5 тысяч человек одномоментно наблюдали на дому. Сейчас медики надеются, что такой высокой заболеваемости удастся избежать. Заболеваемость будет расти, но все-таки мы надеемся, что вот такого пика, как во второй волне, не должно быть. Потому что у нас, во-первых, 16 тысяч переболело. Дальше вот мы 12 тысяч с небольшим уже двумя компонентами привили. 14 тысяч 169 мы привили первым компонентом. Есть среди вновь заболевших и те, кто перенес ковид раньше или сделал прививку. Большинство из них, посчитав, что вирус больше не страшен, пренебрегали средствами защиты. Причем у тех, кто переболел коронавирусом, болезнь протекает тяжелее. А вот у привитых, наоборот, в основном легкое течение. Из тех, кто полностью привит двумя компонентами, заболели только 14 человек. Это меньше 1% от числа привитых. Это возможно. Почему возможно? Потому что даже вот наиболее сильная считается вакцина, гам-ковид-вак, это вот спутник ВИ, она дает иммунитет только в 91, там с десятыми процентов. То есть, считайте, что 8% иммунитет на эту вакцину не вырабатывается. Был в Сарове случай тяжелого течения болезни у привитого человека. Исследования показали, что вирус, который проник в клетку пациента, был мутированным, способным ускользать от антител. Тем не менее, даже 91% защиты, который дает прививка, позволит создать стену, через которую вирусу будет тяжело проникнуть. Подробнее о вакцинации в Сарове мы расскажем в ближайших выпусках новостей. Екатерина Пенова, Евгения Шевцова, Сергей Рябов. Служба новостей Саров-24.